Какие у вас вопросы появились? Никаких. Или вопросы, а зачем это все нужно? Ну почему? То есть что-то вы посмотрели вчера, после обеда, а кое-что я вам покажу еще. Хорошо. Давайте считать, что все, кто пережил первую часть лекции, уже здесь. Сейчас я вам хочу показать, а как просто, собственно, отвечая на ваш вопрос, например, а как померить элемент матрицы, который, например, ВЛВ или ВЦБ. На самом деле мы хотим знать все элементы матрицы. И чем лучше, тем больше интересных вещей мы сможем изучить. Значит, прежде всего, мы уже сказали, что вот этот элемент матрицы ВЛВ сильно подавлен, даже по отношению к ВЦБ. Поэтому идея очень простая. Ну, например, если у нас распад свободного кварта по лептону, и выглядит он вот так. Вот здесь слабый переход ВЦБ и ВЛВ, и здесь, например, лептон-А. Такой распад очень хорошо считается. И все сложности, которые к этому относятся, это чтобы учесть вот эту вот часть, которая относится к фронтовой комбинации. И дальше вы можете двуя способами измерять такие переходы. Либо измерять на уровне адрона. Вот, например, мерить вот такой распад. Но для этого вам надо учитывать все фан-факторы. Для этого вам надо вот этот кварт критернизовать здесь, вот этот здесь, и посмотреть все, что происходит между ними. Либо, так называемый инклюзивный метод, вы смотрите переход ВКВАРК во все что угодно, что содержит УКВАРК и Лептон-А. И там, и там труд. Но вот этот метод, он очень простой наряд. У вас переходы ВКВАРК и ВРУ по-разному кинематически ограничены. Переход ВРУ в буквах гораздо легче. Поэтому, например, импульс Лептона вот этого может быть гораздо больше. В зоне, где импульс Лептона перехода ВКВАРК уже запрещен. Поэтому самое простое, ну и кроме того, мы сказали, что, конечно, переход АВС гораздо-гораздо вероятнее. То есть выглядит это вот так. Например, если вы хотите увидеть события перехода ВРУ, вы идите на хай-спертро Лептона и смотрите, меряйте вот здесь Лептон. И вы знаете, что они могут быть только из перехода ВРУ. А если вы хотите померить переходы ВРУ, вы просто смотрите все, что до этого было. Проблема в том, чтобы посчитать матричный элемент ВРУ, вам нужно не только увидеть здесь события, а восстановить всю форму, померить вот эту площадь. А для того, чтобы посчитать ВРУ, вам надо обучить вот этот вот вклад. Поэтому все это не так просто, но идея вот в этом. И я, наверное, опущу вот эту экспериментальную часть, потому что действительно вы строите здесь импульс электрона в данном случае. И берете области, рассматриваете по отдельности, где у вас возможны только переходы ВРУ, где у вас доминированы переходы ВРУ, и область, где у вас сопоставимые где-то более или менее вклады. И сопоставляя эти три области, вы можете сделать вот такое измерение, результаты которого написаны здесь. Поскольку ВРУ большой элемент, то он измерен очень точно, с точностью процентов. Переходы ВРУ, они редкие. Матричный элемент сильнейшим образом подавлено, 10-3. И кроме того, вы видите, что у вас методы эксклюзивные, когда вы смотрите переход ВРУ, неважно, какие адроны там будут. И метод эксклюзивный, когда у вас проблема посчитать адроны, которые вы знаете и хорошо имеют. Они дают немножко разные результаты, которые могут указывать на то, что наше понимание, как описывать вот такие процессы, еще пока далеко от совершенства. Таким образом пока что мы с вами померили на каком-то уровне эти два матричных элемента. Вот эти два матричных элемента, ВТД и ВТС, а их можно измерить, поверив смешивание ВНИЗОН. ВТД для смешивания ВДНИЗОН и ВТС при смешивании ВСНИЗОН, когда здесь В антикварт-весок. Как измеряют смешивание? Ну, во-первых, я вам напоминаю то, что мы уже записывали все определения для КАНИЗОНа. связи между массовыми слабыми состояниями, а зависимость от времени очень проста. Если мы начинаем с чистой системы ВНИЗОН, то вероятность через время Т увидеть ВНИЗОН, зависит от САБАТА, где вот эта часть – это распад, а вот эта часть – это осцилляция. А если у нас в начальном времени анти-ВНИЗОН или НАБАТА, то через время Т вероятность увидеть осцилляцию, то есть ВНИЗОН другого противоположного аромата записывается. Ну и дальше то, что нам нужно, это те же величины, которые мы уже рассматривали. Дельта-Ф, дельта-гамма для КАНИЗОНа, которые мы сейчас будем использовать. Таким образом, амплитуда смешивания определяется переходом несмешанного, то есть разницу между несмешанным переходом и смешанным. То есть, грубо говоря, вот это количество штук, когда в начале у вас ВНО и в конце ВНО, в начале БЭКМАК и в конце БЭКМАК, вот это вот, это когда у вас в начале БЭКМАК, то в конце анти-БЭКМАК, и вот это вот нормальная. И вот таким образом легко записывается временная зависимость, ну с какими-то предположениями. Вот еще раз это же самое. А дальше очень интересно. Дальше есть два базовых параметра осцилляции, которые зависят от расщепления масс и от расщепления времени, по времени жизни. И таким образом, вот если вы взглянете на формулу, ну, например, вот эту, или на предыдущий слайдинг, вот эту, то вы увидите, что если х очень большой, то есть расщепление по массе большое, то у вас быстрый расцилляция. А если х очень маленький, то осцилляции. И оба параметра можно оценить. Для этого даже их мерить пока что нам не нужно. Еще целый слайдинг, даже два. Рассчитывание по массе, в новую очередь, например, определяется бокс-диаграммой, а время жизни самым можно оценить, как самая вероятная диаграмма. И теперь давайте посмотрим. Вот, например, BNZ. Здесь у вас матричный элемент VTT, который очень подавлен. Поэтому, если вы возьмете вклады вершины и, например, массы виртуальных квартках, то у вас вот такая диаграмма будет пропорциональна квадрату массы топ-квартка, который, в общем-то, большой, и шестой степени синусного угла калибра, то есть с очень большим подавленным. А такая диаграмма, ну, здесь VCP, которая у вас лямда-квадрат, а здесь VL, которая единица. Поэтому такая диаграмма здесь у вас лямда-ч. Если вы возьмете отношения, вот у вас оценка параметра X. И измерив X, измерив скорость осцилляции BD, вы можете оценить массу топ-квартка вертуального вклада, который у вас самый большой. И таким образом, в 87-м году, как только были наблюдены осцилляции BD, сразу была получена оценка на массу топ-квартка. До этого считалось, что он легкий, 30 лет, не больше. Если мы то же самое будем делать с BD с мизонами, то у вас есть VTS, которая гораздо меньше подавлена. И таким образом, здесь у вас всего лишь лямда-четвертая и лямда-четвертая. Эта диаграмма у вас не меняется, поскольку у нас там и там переход B в C. И, соответственно, параметры осцилляции у вас просто пропорциональны к квадрату массы топ-квартка. То есть, у нас ждет очень быстрая осцилляция. Таким образом, у нас, вот вы сейчас с вами посмотрели вот на две системы. Эту систему мы уже знаем. В принципе, можно показать, что там X более или менее единица. Дальше мы посмотрели на вот эти две системы. Здесь у нас X около единицы. И, соответственно, у нас осцилляция и методы. Вот это вот неосмешанные переходы, это сочный метод. А для PS мы сказали, что осцилляция очень быстрая, как и есть. Вот если мы их нарисуем, осцилляция очень быстрая. А дальше, если вот этот параметр X написать, то у вас возникнет очень много параметров, которые вы знаете плохо. И которые в основном связаны... Вот это вот то, что мы хотим узнать. А вот это все то, что связано с фонтовой динамикой, которую мы знаем. Что мы можем померить хорошо? Нам надо вот это выражение разделить на выражение, где у вас будут те же самые элементы, связанные с кархатой. Например, вы можете разделить дельта N из BD-мезона на дельта N из BS-мезона. И у вас все уйдет. У вас останется фактически только отношение с того, что все, что плохо известно, у вас уйдет, а останется отношение матричных элементов BD-кватекс. Дальше. Мы с вами говорим про осцилляцию. Но для того, чтобы мерить осцилляцию, надо знать аромат Бекварта в начальные моменты. Откуда его узнать? Это я вам рассказывал до перерыва, когда вы уже были неживые совершенные. Но исти это очень просто. У вас есть состояние, например, Y4S. И я вам сказал, что оно всегда распадается в B-ти. То есть это значит, что если один из B вы померили, то второй имел противоположный аромат. Это называется тангирование. То есть это вы вешаете этикетку. Кто это был в начальный момент времени за счет второй частицы. Как это можно сделать? И то же самое вам надо в момент распада в B-мизон рассказать, какой он его аромат. То есть как это можно сделать? Можно пример. Вот у вас переход в B, который мы встречались. Если здесь полуэлектронный распад, то у вас по знаку B можно рассказать, кто это был. B или антин. Если это был B, то у вас здесь минус. Если анти-B, то минус. Просто? Нет. Потому что у вас может быть второе, минус каскадного распада. У вас это C может перейти в S. И здесь у вас будет минус противоположного знака. Как это отличить? Ну, конечно, по импульсу. Распределение по импульсу у них разное. Но иногда вы будете ошибаться. И это значит, что измеренный эффект будет, конечно, менее очевидный, чем тот, который был на самом деле. Или, например, вы можете мерить аромат вот этого S-кварта. Посмотреть, кто это был. K или анти-K. S-кварт, анти-эскварт или S-кварт. Тоже по его распаду. И тоже иногда можете ошибиться, потому что карнизон будет у вас здесь. Это все очень интересно. Это можно алгоритмизировать. В любом случае, то, что вам нужно, и то, о чем мы будем говорить после, это то, что нам всегда важно знать. Кто это, карнизон или пенец. Вам нужно обязательно идентификация частиц для того, чтобы заниматься такими алгоритмами. алгоритмами. Итак, смешивание было открыто в 87-м году вот в таком эксперименте, который, ну, вы уже видели много таких. Вот вчера и сегодня. А идея очень простая. Все свершенные детекты очень точные. Потом большая дрейфовая камера. Там вы можете померить импульсы, померить потери энергии, чтобы понять, кто это на самом деле. Дальше у вас есть, например, еще четыре мини-пролета, о которых мы позже поговорим. И калорин, для того, чтобы мерить фотоны или электроны. Ну, например, фотоны мерить, потому что других способов электроны, просто узнать, кто же это на самом деле электроны летят. И, наконец, способ займа магнит, а у вас еще четыре мини-пролета. Если у вас кто-то туда пролетел, значит, скорее всего, не будет. Потому что все остальные должны погибнуть в веществе. Это первое полностью восстановленное событие с смешиванием болезни. Что значит? Вы знаете, что вначале у вас вот из такого перехода родилась вариант типа. Обязательно. Это сильное взаимодействие, а тут вариант там никаких. А дальше, если в конечном состоянии у вас B0 и B0, и анти-B0 и анти-B0, значит, была перемешива. И вот в конечном состоянии не здесь красненькие частицы у вас происходят из такой цепочки расхода, а черненькие из вот такой. И у вас здесь не плюс, и здесь не плюс. И оба они из перехода в цепь. Вот вам полностью восстановлено событие с S-B-спешиванием. Сейчас очень много идей. На сегодняшний день еще больше, чем здесь нарисовано. Очень точно. И на самом деле, что здесь важно еще, вы можете, если вы можете умеете мерить время, то вам не обязательно, то это гораздо точнее, чем просто считать штуки. событие B0, B0 или анти-B0, анти-B0. Это было сделано вот на БАП-абриках. Вот, вы видите, в зависимости от времени вы можете прямо посмотреть, как себя ведет количество смешанных и не смешанных. И на сегодняшний день перемешивание вот в системе BD-мезона измеряло с точностью 1%. Гораздо лучше, чем, например, вероятность перехода B. А дальше сложнее. Это картинка, которую я с вами еще потом к ней вернусь. Но интерес в том, что мы говорили, что Bs очень быстро осцилит. Поэтому для того, чтобы увидеть такой эффект, что нужно сделать, что нужно хорошо уметь делать. Да. Во-первых, очень хорошо мерить время, чтобы понять, где вы находитесь. а во-вторых, еще очень хорошо мерить осцилляцию. То есть, понимать, кто у вас есть в распаде, то есть, идентифицировать частицы. А во-вторых, мерить время, причем не только, чтобы мерить эту форму, но еще и, чтобы у вас разрешение по времени было лучше, гораздо лучше, чем расстояние между максимумом и минимумом на картинке. Для этого вам нужны очень хорошие вершины. это так вот. Да. Теперь, мы с вами уже почти все выучили. Вы уже знаете почти столько же, сколько я. Осталось еще один небольшой раздел для того, чтобы понять, а почему, собственно, ЦП нарушение мы в Камизонах померяли, для чего нам еще и заниматься. Для этого надо вернуться в том, как устроена вот эта матрица 3 на 2. это я вам оставлю на слайдах, вы это умеете делать гораздо лучше меня. Это упражнение, которое для того, чтобы понять, сколько вам нужно параметров, для того, чтобы параметризовать матрицу n на n, не так, конечно. Вот. И ответ очень простой. Вам нужно параметров вот столько вращений плюс вот столько фаз. и для этого, для того, чтобы понять, а сколько же это на самом деле параметра, вам надо знать, сколько на сколько у вас матрица. Мы начали с вами с матрицы 2 на 2, потом мы выяснили, что у нас есть матрица 3 на 3. А может быть, у вас есть матрица 4 на 4 или 5 на 5. Поэтому для того, чтобы понять, сколько у нас есть параметров в вашей модели, вам надо знать, какая размерность матрицы. А для этого я вам покажу такую картинку, которую, я думаю, Стефан с вами еще будет обсуждать. И это, собственно, измерение количества поколений Кварков и Литву. То есть идея очень легких поколений, где у вас есть легкая недвижимость. А идея простая, как обычно. Вы опять сравниваете. Вы берете переход Е+, и минус В. Вот это общий пик, который соответствует массе зодбазона. А зодбазон у нас отвечает за все нейтральные токи. Поэтому надо посчитать, сколько у вас есть нейтральных токов. И дальше вы сравниваете всю ширину зодбазона через переходы Е+, и минус В. И дальше смотрите от ширины перехода в З, Е, В, Н, Тау, Тау и так далее. Все кроки, которые мы знаем. И после этого вы берете разницу между этими величинами и делите на ширину перехода с 0 в нитри на 1. И таким образом вы считаете количество их штук. И вы видите, что экспериментальные точки соответствуют количеству поколений тройка. Поэтому мы с вами увидели, подсмотрели пока что в лекцию у Стефана, увидели, что у нас размерность матрицы тройка из-за B. А если у нас размерность матрицы тройка, то у нас есть три вращения и одна фаза. А параметризовать вы ее можете как хотите. Вот это вот параметризация, которую вы видите частично, которая называется параметризация КБШ-мастер. Вот фазовая из-за B. Дальше есть, например, собственно, три вращения и фаза, ничего больше. А дальше есть еще, например, вот такая параметризация вот этих вот товарищей, которая вот здесь у вас чистами есть углы вращения между поколениями и фазами. И что здесь интересно? Вот мы берем элемент ВАОБ. И видите, здесь есть фаза. И рисуем вот такую простую диаграмму. Мы уже с вами ее 10 раз сегодня рисовали. А потом ту же самую для перехода не ВАОБУ, а анти-ВАБАНТИУ. И у вас здесь получается ВАОБ-сопряженная. А раз у вас здесь есть фаза, у вас эти элементы отличаются. А это значит, что у вас ВАОБ-сопряженная не равно ВАОБ. И это значит, что материя у вас себя ведет по-другому, чем анти-ВАБАНТИУ. Вот вам цепонарушение. Да? Давайте еще раз. Мы подсмотрели в лекции Стыбана, что у вас три поколения. И сразу мы получили цепонарушение. Вот в БМС. А дальше, ну, вот у вас такая параметризация, еще одна параметризация в Эльфинстане. Чем она хороша? Тем, что здесь у вас есть угол КОБИБА, вот эта вот минимая часть, это, ну, еще два параметра. То есть вы видите, что вот написал я здесь, здесь вот материя КОБИБА, у вас нет никакой минимой части, все хорошо. А вот это вот то, что касается БМС. Помните, здесь это у вас В-смешивание, а здесь это у вас переходы БВ и БЦ. И вот в смешивании БВ у вас есть минимая часть, и в переходах БВ есть минимая часть. И вот эти вот линейки, это то, что вы можете выучить из БВ. Вот, собственно, почему нам интересны тяжелые окранки, кроме того, чтобы справиться с квантовой хромодинамикой. А дальше у меня вас обманул на предыдущем слайде. Видите, как здесь все просто написано? Потому что здесь у вас было до лямбда в третьем. А дальше здесь я написал до лямбда в шестом. Что вы видите? Что, во-первых, матрица КОБИБА у вас с коэффициентом лямбда в пятой сильно подавлено появилась минимая часть. И это значит, что вы ожидаете ЦП-нарушения в ЧАР-секторе, например, для Демизона, куда входит ЦКВА, очень сильно подавлено. Но ожидаете. А это означает, что если вы, например, его измерили на уровне 1%, то у вас стандартная модель не работает. Что вам надо искать еще другие описания о том, что вы видите. Этот слайд мы забыли. У нас простая, хорошая матрица с очень полным количеством параметров. И дальше мы будем заниматься только выместкой. Дальше мы взяли нашу матрицу КОБИБА КАБАЯШИ-МАСКАВА и списали условия унитарности. Вот для них диагональных элементов. И захотели их представить в виде треугольника унитарности. Вы можете нарисовать шесть треугольников, из которых в основном они все вырождены. Видите, у вас трещины, например, здесь лямбда, лямбда и лямбда в пятой. Конечно, это вырожденный треугольник. Лямбда в пятой – это почти мое. Но есть у вас два треугольника. Вот такой красный и синий. Вот красный мне очень нравится, мы про него поговорим. Где у вас сопоставимые стороны этого треугольника. Это тот треугольник унитарности, который нам нужен для того, чтобы еще что-то обращать. Вот мы его нарисовали. Мы поделили одну сторону, отнормировали, чтобы была единица. Вот на вот этот вот член. И что у нас? У нас есть сторона единица. У нас есть вот эта сторона, которая зависит от ВОВ. И вот эта сторона, которая зависит от ВТД. То есть вот эта сторона, для того, чтобы ее выучить, нам нужны переходы в ВОВ. А вот эту сторону, чтобы выучить, нам нужно смешивание в ВОВ. А дальше, смотрите, здесь-то у нас отнормированное ЭТО. Поэтому, если бы у нас не было ЦП нарушения, был бы у нас такой треугольник? Ну, конечно, нет. То есть у вас бы эта точка была здесь, у вас бы была здесь. Поэтому, как только вы говорите, что у вас вот эта сторона плюс вот эта сторона на единице, это значит, что вы померяете ЦП нарушения, был бы у нас такой. А дальше там, смотря на аргументы, вот ВОВ и аргумент, значит, и, например, фазу смешивания, вот вы меряете эти углы, это то же самое. А дальше есть такой вариант шведской физики, как Янск, который говорит о том, что у вас, все шесть треугольников, которые мы нарисовали, имеют одинаковую площадь. И эта площадь есть мера нарушения ЦП-четности, независимо от процесса, независимо от чьи. И площадь каждого из шести треугольников, вот 10-3 на 10-2. А теперь смотрите, что мы сделали. Вот наш шведовод. Вот это вот, это измерение ВОВ-квацитов. Полуэлектронные распады ВМИ зонов, которые мы смотрели, очень просто. Вот они соответствуют вот такой вот артуржески. Дальше мы померили смешивание ВОВ-квацитов, тоже очень просто. Аромат в начале, аромат в конце. И нарисовали вот такую артуржески. И они переселились вот здесь. Это значит, что не сделав ни одного измерения ЦП-четности, ни одного, померяв совершенно простые вещи. Мы доказали, мы померили деличину ЦП-четности. То есть мы померили площадку, это фундаментально. То есть ЦП-нарушение не происходит из того, что вы взяли его померить. Вы сделали 2-3 простых измерения, и вы померили величину ЦП-нарушения. Это интересно. А дальше, например, вы взяли, вспомнили о том, что у вас есть, например, нарушение в КАМИ зонах. Кажется, ЦП-нарушение в КАМИ зонах. Совсем казалось бы не связано. И вы увидели, что экспериментальные данные проходят через ту же вершину треугольника. И хорошесть, и чудесность вот этой модели заключается в том, что любые измерения, все измерения, которые до сих пор сделаны, они вам показывают, что они согласуются и показывают на то, что вершина здесь. И вот в этом вот сила вот этой вот модели. Ну давайте я теперь покажу вам там 2-3 простых вещи. Первое это то, что, например, вот для того, чтобы построить этот треугольник, вам достаточно знать все про ВЛБ и больше ничего. Но все, это значит, что вам надо померить его по модулю. Это значит померить вероятность перехода ВЛБ и померить фазу. Потому что измерение фазы – это вот этот угол гамма-треугольника. И все. Потому что здесь у вас единица. Не хотите вымерить ВЛБ – не надо. Вы можете померить все про смешивание ВЛМ. Вот померили вам плетоду смешивания. Вот вы выучили вот эту сторону. А дальше вы хотите померить фазу смешивания. Померили фазу, построили три уголка. Вы выучили все про ВЛБ и выучили сразу все про нарушение NCP. Вы построили три уголка. Ну хорошо, я вам обещаю рассказать о том, собственно, что такое ЦП-нарушение и почему я там рисовал вот этот дабл-слит. Прямое ЦП-нарушение. Вам смешивание не нужно. Вам нужно две разных диаграммы, которые переводят начальное состояние в коридор. Вот здесь вот это все написано, а идея простая. У вас, когда вы получаете вот эту величину, вот эту амплитуду слышимания, у вас здесь входит разница слабых фаз и разница сильных фазов. Это значит, что я вас обманул. Вам недостаточно иметь две разных диаграммы, которые переводят начальное состояние в конечное. Вам надо, чтобы у них были разные слабые фазы и разные сильные фазы. И чем более они разные, тем проще вам померить. Вот это вот, вот это вот цепанат. А вот пример. Вот это переход БВ. Распад Б-минусов, К-минус и П-минус. Вот это древесная диаграмма, которую вы теперь знаете лучше всех. Которая самая неподавная. А дальше у вас есть вот, например, такая пингвинная диаграмма. Или не пингвин. Ну вот такая, да? Вот у вас. Они приводят к одинаковым конечным системам. И можно показать, то есть, если вернуться к нашей параметризации, что фаза здесь, фаза здесь, это фаза ГРУ. А фаза здесь, это у вас фаза ВС. И мы с вами смотрели, что они разные. Таким образом, вы ожидаете вот в этом переходе увидеть нарушение цепанатичности. Прямо. И вот вы его видите. Синенько здесь. Это переходы В-К-минус и П-минус. А красненько это переходы В-плюс К-плюс К-минус. И вы видите, что они отличаются. И дальше мы помним с вами, что угол гамма это фаза ВТС. Нет, извините, угол гамма это фаза ВУВ. Поэтому вот увидев эту разницу, вы померили угол гамма в 3 уголе. Ну, не так просто. Но вы увидели, что у вас угол гамма не ноль. Так. Вот, пожалуйста. Вот у вас то же самое для В-минус. Вот у вас переход В-к-плюс К-минус. А вот анти-В-к-минус К-плюс. Вот у вас разница между синий, между красной, это только сигнал, инвариантной массой РК-пи, В-к-плюс К-плюс К-минус, а здесь у вас красненько для отраженного распада. Вот это вот отличие, это измерение прямого цепандача. Вот он. Очень хорошо так. А дальше вы можете взять БС. Это у вас не ВТД, а ВТС. Сейчас, извините. Это у вас БС, где у вас ДЭК, на диаграмме, которую мы смотрели, не ДЭК, а КАС. Вот у вас тоже разница между зелеными и картинками. Вот у вас измерение прямого цепанарушения в БС-распаде. Дальше можно смотреть, например, интерференцию, это другое тепанарушение, интерференцию между прямым распадом и распадом через смешу. Чуть-чуть больше партиферизации. Вот мы говорим, что вот лямбда, которая записана вот таким образом, это отношение КУК-ПЭ и это отношение сопряженное к прямому. Вот это вот прямое цепанарушение. А то, что мнимая часть лямбда, это у вас цепанарушение в интерференции между темами. Ну вот эта вот картинка, чтобы вас развлечь, которая показывает цепанарушение, выраженное через нарушение, через смешивание и прямое цепанарушение, как в зависимости от, как они выглядят в зависимости от величины коэффициентов S-я. И как, собственно, выглядят измеренные ширины перехода. Дальше мы с вами сказали, что фаза смешивания это вот этот угол. Да, поэтому для того, чтобы померить вот этот угол, вам надо померить, собственно говоря, фазу в этом уголе. Вот пример. Не хочу вас загружать формулами, не буду их объяснять, но идея здесь очень простая. У вас здесь есть две части. У вас здесь есть распад и у вас здесь есть смешивание. И у вас еще есть смешивание АМС. Вот у вас, например, вот такое смешивание, а у вас здесь есть ВТД. Вот у вас есть распад, значит, здесь у вас ВЦБ, там все хорошо, да, но у вас есть перемешивание карнизона. Поэтому дальше у вас возникает ВТД, ВТБ из коробочки, ВЦБ, ВЦС из распада и вот такое выражение из К-смеши. И дальше можно показать, что нарушение, асимметрию которого вы измеряете вот в таком распаде, прямой распад по отношению к распаду через смешивание, вот у вас зависит от собственного числа и пропорционально синус двух. Это измерение угла ВТД, конечно. Вот. И это фаза, собственно, смешивания. Фаза. Ну вот, давайте я это пропущу, потому что я вижу, что вам уже тяжело. А вот то, о чем мы говорим. То есть для того, чтобы нам нужно померить аромат Бенезона в момент рождения и в этот распад. Поэтому вам нужно хорошо измерить, хорошо измерить брить, да, как вы меня научили. И кроме того, хорошо измерить аромат в начале. Это значит померить второй Бенезон. Вот. И, например, в данном случае, хорошо полностью реконструировать тот. Вот, например, в данном случае это GPC и KS. Это тот распад, который мы точно смогли. Вот. Красивая картинка из Бабаро, эксперимента, где мои коллеги работали. Вот у вас полностью восстановленный распад GPC и KS. Вот давайте я вам его покажу подробнее. Вот у вас GPC и KS. Ничего больше. Ну, еще фаза у вас. Значит, вторичная вершина KS, она чуть-чуть вы его восклинили, она у вас включается от первичной. А дальше у вас GPC, могу если вы умеет распадаться, минус или минус, это сильный для проекта, потому что она в магнитном поле повернулась. KS распадается, минус или минус. Вот здесь вот повернулась в проекту. Ну, еще фаза у вас. Вот таким образом вы всю кинематику посчитали. В основе полностью треки и по мероприятиям пульса вы посчитали кинематику KS и посчитали кинематику GPC. И посчитали ей вариантную массу по низу. А вот у вас опять все самое. А вот это вот второй бенезон, который вы использовали, чтобы этикетку повесить на то, каким был этот бенезон значим. Вот он у вас полуэлектронно распался, вот вы знаете знак вот этого электрона, и значит вы знаете, кто это был, бэкватор, мэндибэкватор. Все немножко сложнее, потому что вам для этого тоже нужно измерить вершину, это тоже может перемешаться. Ну, а вот идея в этом, потому что вы можете оценить вероятность перемешивания этого бенезона тоже. Так, а вот, ну, понятно, что вот так вот выглядело распределение по времени между распадом и антираспадом. Ну, кроме того, вы ошибаетесь в определении начательного аромата за счет его перемешивания, за счет того, как вы его оцениваете, поэтому вы бы ожидали кинематику хуже. Дальше у вас разрешение по времени не очень хорошее, поэтому у вас немножко разнутое распределение. Но, тем не менее, вы в эксперименте вот этого бенезона, другая, вот у вас на Харитомска, вот прямо вы восстановили для Бен поведение красненько, и для эти два поведения Си. И вы видите, что эти два распределения отличаются. Вот просто сделав только вот это, вот это вот измерение цветоченности, пожалуйста. И доказательство этого, это то, что у вас красненько, если это распределение, то отличается. А вот осенит, что здесь построено, и вот собственное измерение, и сусловно, вот этого благоуного. Еще раз. Значит, что я хочу, чтобы вы оценили из всех рассказов, которые мы вчера и сегодня видели. Это то, что все измерения, которые можно сделать любым способом, показывают вам на одну и ту же вершину этого тренинга. Почему я вам уже который раз об этом говорил? Потому что, ну, вы считаете, что мы все знаем. Ну, по крайней мере, наверное, вам так кажется, из того, что я вам рассказываю. На самом деле, это, конечно, не так. Но идея вот о чем. Вот древесные диаграммы, которые мы рисуем, они, ну, очень простые. То есть, если есть что-то, что мы не знаем, его очень легко выявить. Кто померит вероятность перехода, они очень легко посчитают. А дальше, если я нарисую, например, вот такую диаграмму, пингвин вам понравился, я нарисовал пингвин. Вот я нарисовал пингвин. Его посчитать немножко труднее. Потому что вот у вас здесь появилась петля. Да? В петле у вас может быть вклад любой новой частицы. В вершине у вас может быть вклад любого нового взаимодействия. Масса этой виртуальной частицы может быть очень большая. Поэтому ее вклад может быть очень маленький. Взаимодействие может быть очень слабо. Поэтому мы его не можем хорошо поменять. Это то, что Мария Анатольевна вчера рассказала. Но в чем сила вот такого вот подхода? Вы берете и имеете какой-то эффект с помощью древесного диаграмма. Потом имеете его же с помощью древесного диаграмма. Такого процесса. И у вас получается один и тот же ответ с очень хорошей точки зрения. И вот когда вы вычитаете из этого результата вот этот, то разница, ну я упрощаю, но идея такая. Разница это вклад потенциальных каких-то новых эффектов. Вот для этого нужно вот эти процессы уметь очень точно мерить, очень точно считать. Потому что вот размер этого кружочка, это то, насколько мы хорошо можем поставить предел на вкладку в эти эффекции. А то, что сюда, вот в эту вершину попадают и процессы такие, и процессы такие, это говорит о том, что описание очень сильное играет. Последнее, что я вам хочу сказать. Мы начали с совершенно невинного открытия, обнаружения камер. Дальше, исходя из того, что у нас нет перехода в меняющих ароматник, в нейтральных токах, нам пришлось задать существование цикла. Дальше мы, в общем-то, знаем, что если у нас мы увидели, наблюли в эксперименте нарушение сопочетности в камерезонах, это значит, у вас есть фаза в параметризации матрицы. Это значит, вам нужно три поколения. Это значит, у вас есть три на три матрицы. У вас есть матрица три на три. Дальше вы померили, что у вас не больше, чем три на три, по крайней мере, поколения, где у вас есть легкие гидриды. У вас есть матрица три на три, у вас есть один единственный параметр, не больше, поскольку у вас не больше, чем три на три матрица, отвечающий за все эффекты, нарушающие ЦП в камерезонах, в демезонах, в бемезонах, которые мы знаем. Один параметр. И из измерений в камерезонах и измерений в бемезонах величина этого параметра одна и даже. Вот чем хороша та модель, о которой нужно в первой мере слушать. Если у вас есть вопросы, то заправите. Я надеюсь, что вы можете. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok